Ола, амиго! С на связи Матвей, и вот мы наконец-таки дождались 18-й по счёту сезон в игре под названием Fortnite. Наверное, это был самый долгожданный сезон за последние полгода, потому что ни 16-й, ни 17-й сезон они ждали так, как ждали 18-й. Так что сегодня в этом видео будет самый трезвый взгляд на 8-й сезон 2-й главы Fortnite, так как фанатом этой игры я не являюсь, потому что она мне давно надоела, ну и не являюсь хейтером, потому что как-никак делаю контент по этой игре и частенько в неё поигрываю. Также прошу заметить, что в этом ролике я не буду вам рассказывать типичные нововведения этого обновления по типу новых оружий, локаций и так далее. Уверен, вы это уже всё сами прекрасно знаете, потому что в наше время существует немереное количество всяких новостных пабликов по Fortnite, у которых это уже давно всё рассказали. Я собираюсь заострить внимание на таких незаметных частях обновления, которые влияют на восприятие игры, атмосферу, геймплей, киберспорт и что всё это ждёт в конце сезона. Немного поговорим про оптимизацию, ну а ещё, так как этот канал посвящён Fortnite Mobile, в конце расскажу, какие изменения претерпела конкретно мобильная версия этой игры. Ну и в общем, выявим плюсы и минусы нового сезона. Ну а перед тем, как мы начнём, ребят, наверное, многие из вас заметили, что совсем недавно мой канал преодолел отметку в целых 20 тысяч подписчиков. Это очень крутое событие, поэтому в честь этого, ну и в честь нового сезона хочу объявить конкурс на своём канале. Хочу разыграть подарок за 500 вибаксов, понимаю, это мало, но зато честно. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно быть подписанным, во-первых, на этот канал, во-вторых, на мой канал по КРМП и, в-третьих, на мой канал по Майнкрафту. Только обязательно не забудьте открыть подписки на своих аккаунтах в Ютубе, чтобы я понял, что вы выполнили эти условия. Также вы должны репостнуть это видео к себе на страницу ВКонтакте, и если вас нет ВК, то придётся зарегаться. Ну а также под этим видео и под видео, ссылки на которых вы найдёте в закреплённом комментарии, комментарии с содержанием хэштег «Участвую» и ссылку на свою страницу ВК, куда вы репостнули этот ролик. Определять победителей я буду в прямом эфире на своём канале 19 сентября в 8 часов по московскому времени, а это, кстати, уже это воскресенье. Подробнее с условиями конкурса вы можете ознакомиться в описании. Ну а теперь давайте наконец-таки узнаем, хорош ли так 8 сезон 2 главы Fortnite, как нам кажется на первый взгляд, или это очередное дно пробитое компанией Epic Games. Для начала давайте оценим новый боевой пропуск 18 сезона. Здесь я могу поставить где-то 4 балла из 5, сейчас объясню почему. Из плюсов могу отметить реально классные скины, за которых мне даже хочется играть. К сведению, скины последних двух сезонов я так и ни разу не одевал. Второй плюс это очень крутые кирки, особенно мне приглянулась вот эта вот катана. Чтобы не затягивать ролик, в общем, кирки, бэкпаки, скины в этом боевом пропуске просто потрясные. Один единственный минус я могу поставить только за эмоции, потому что эмоции достаточно малы и они достаточно примитивные. Никаких тебе крутых запоминающихся танцев, крутых стикеров, ну и так далее. Надеюсь здесь мы разобрались и теперь давайте оценим общий состав оружия в этом сезоне. По оружиям в этом сезоне я могу точно поставить 5 из 5. Из новых пушек здесь только 2 и при этом они максимально приближены к тем, которые уже были в игре. Это радует. Нет всяких дисбалансных бластеров, лазерных пушек, ну и так далее. Все максимально по родному. И при этом добавили и еще будут добавлять очень крутые олдовые оружия, которые когда-то были убраны из игры. Сейчас в игре доступен чардж, а это мое самое любимое оружие. А я слышал, что в скором времени еще и боевое оружие добавят, так это вообще однозначно лайк. Ну а еще нереально круто, что убрали наконец-таки этот тяжелый автомат, который меня всегда бесил. Ну и синяя помпа начала выпадать намного чаще, чем в предыдущем сезоне. Это тоже круто. Из новых оружий, как я говорил прежде, добавили всего 2 штуки. Думаю это самый лучший вариант, потому что, во-первых, эти новые оружия можно найти только в конкретных точках на карте. Во-вторых, они максимально приближены к тем оружиям, которые у нас уже когда-то были. Ну и в-третьих, новых оружий всего 2 штуки. Это мало и это хорошо. Вспомните, как в 16 сезоне практически все старые оружия заменили на новые и насколько это было ужасно. В общем, я считаю, что в новом 18 сезоне установили максимальный баланс по оружиям, поэтому все идеально. Поговорили про оружие, теперь давайте поговорим про то, как изменилась наша карта. Здесь, к сожалению, могу поставить только 2 из 5. Я очень сильно надеялся на то, что будут полноценные новые локации. По типу колких башен, как это было в 15 сезоне, Stark Industries в 14, ну и так далее. Но, блин, все локации остались в прежнем виде. Ни одной новой, ни одной измененной. Даже центр карты они никак не тронули. Было бы круто увидеть какую-то новую крутую опасную локацию по типу агентства из 12 сезона прям в центре карты. Но зато нам зачем-то добавили какие-то новые безымянные локации, разбросанные по всей карте. На этих локациях делать нечего, туда никто не прыгает, в общем, как-то неинтересно. Вот представьте, чтобы эти кубы упали в какой-нибудь приятный парк или в другую полноценную локацию и как-нибудь ее изменили. Добавили бы на полноценной локации аэротрубы, новые какие-нибудь элементы и было бы классно. Но, блин, опять же, такая же проблема, как и в 17 сезоне. Так, поговорили про оружие, поговорили про локации, теперь пришло время обсудить новые игровые механики и интерактивные элементы. Здесь я безоговорочно могу поставить целых 4,5 баллов из 5. И все за счет того, что вернули старые интерактивные элементы игры. Например, аэротрубы. Мне так сильно их не хватало с 9 сезона и вот, наконец-таки, их добавили. Единственный минус, что их очень мало. Было бы круто, если бы их раскидали по всей карте, как это было раньше. Очень круто, что вернули эти кубы из 6 сезона, при съедении которых ты превращаешься в призрака. Это самый эффективный способ перемещения на карте и при этом не имбовый. Но также я заметил, что вернули достаточно большое количество кубов, прям как в 5 сезоне. Здесь из минусов могу отметить, что эти кубы абсолютно бесполезны. Например, в 5 сезоне, когда ты подходил к Сане, он начинал тебя хилить. Ну а когда ты начинал по нему стрелять, он начинал тебе наносить урон. Ну а сейчас кубы разбросаны по всей карте чисто для декора, от них никакой пользы и никакой угрозы. Из нововведений в геймплее я могу отметить новую необычную бурю, которая появляется в рандомных локациях. Эта штука очень крутая, потому что она как бы и интерактивная, и при этом не скучная. Насколько вы должны помнить, то в 17 сезоне был интерактивный элемент, когда тебя похищали на флагман. Но на этом флагмане было абсолютно нечего делать. Вот тебя похищали, ты там прыгал, с кем-то стрелялся, никого не убивал, получал какой-то хреновый лут, и по итогу через 5 минут тебя отпускали. А здесь ты сражаешься в небольшой буре не только против игроков, но и против монстров. Ну а также ты не можешь строиться. И самое приятное, что в награду по итогу ты можешь получить крутые новые пушки, которые при этом спавнятся только в этих локациях. Ну а еще из приятного, что этих бурь всего лишь одна штука на всю карту. В прошлом сезоне меня дико бесило, когда ты летишь, и у тебя на пути не одной спокойной локации. Над одними локациями тебя похищают во флагман, над другими летают инопланетяне, которые просто мешают играть. Ну а в этом сезоне восстановили идеальный баланс. Что могу сказать касаемо киберспорта, то Тузу этот сезон явно понравился, но значит в киберспорте этот сезон тоже очень хорош. Из оптимизации могу сказать, что этот сезон строился на новом движке Unreal Engine. А это означает, что на компьютерах эта игра будет идти еще плавнее и быстрее, чем это было до этого. Но это только для компьютеров. И тут мы подходим к финальной части обзора на восьмой сезон второй главы Fortnite, которая коснулась конкретно мобильной версии этой игры. Сказать честно, для телефонов оптимизации вообще никакой не завезли. Более того, сейчас я играю в Fortnite и да, вроде бы как игра идет плавно, но при этом телефон просто нереально греется. Возможно это из-за того, что сезон только начался. Но опять же, на начале предыдущих сезонах игра у меня шла стабильно, а телефон вообще никак не грелся. Насчет графики вроде как говорят, что для мобилок ее обновили. Типа что даже средние настройки графики в Fortnite Mobile намного лучше, чем в предыдущих сезонах. Честно говоря, конкретно это я еще не проверял, но обязательно проверю и скорее всего сделаю из этого отдельное видео, если конечно же все работает. Ну и под конец могу сказать, что в этом сезоне выдают нереально крутой зонтик за королевскую победу. Я таких красивых зонтиков с начала второй главы нигде не встречал. Кстати, у кого есть скин с Galaxy Cup 2.0, я вас поздравляю, потому что этот новый зонт можно великолепно сочетать с этим скином. Ну и в принципе это все, что я хотел сказать касаемо нового восьмого сезона второй главы Fortnite. Еще в середине лета я окончательно потерял интерес к этой игре, но обновление восемнадцатого сезона вызвало у меня нереальный интерес, поэтому сейчас в Fortnite я играю как и в старые добрые времена. Ну а также искренне надеюсь, что в ходе этого сезона эпики все же добавят новую полноценную локацию, потому что ну без этого вообще как-то не так. Ну а вам огромное спасибо за просмотр этого видео, ребят, если оно вам было полезно или интересно, то обязательно ставьте лайк. Ну а также если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово Саня, только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции, с вами как всегда был Матвей, асталояго. Субтитры сделал DimaTorzok